Всем привет, друзья! Это Тюремный Архитектор и срочное включение! Ребята, вы мне в комментариях написали, что оказывается собачки могут каким-то боком учить абсолютно всю контрабанду. Если серьёзно собачки могут унюхать и молоток, и сигареты, и наркотики, то в принципе металлоискатели, обычные металлоискатели, нам вообще не нужны, потому что, ну, на них мы тратим электроэнергию, а энергия так-то у нас стоит дорого. Потому что, на первый взгляд, это просто энергия, о которой мы не думаем. Ну, ребята, прямо сейчас, если мы перейдём в вкладку ЖКХ, мы увидим разные цвета генераторов. Разный цвет генераторов означает, что это разный генератор. И только в одной правой части у нас два генератора. Я уже молчу про левую часть, где я просто понятия не имею, сколько их тут располагается. Мне кажется, что примерно около четырёх. Ну, да ладно, мы с вами в прошлой серии построили магазинчик, который уже успешно заполняется предметами. И давайте, наверное, во-первых, перейдём в логистику. И здесь у нас целых 18 рабочих мест. Ух ты, ничего себе, у нас с вами ряд, ребят, серьёзно, большущие магазины. Конечно же, все места мы назначаем. Заключённые теперь могут здесь работать. Также заключённые могут работать и в столовой. У нас есть только один образованный заключённый. Да ладно, пусть он здесь работает без проблем. И то же самое я могу сказать про другую кухню. Других мест рабочих у нас... А, есть, смотри, есть в прачечной целых 30 рабочих мест. Ух ты, ничего себе! Это достаточно много. Но с прачкой у нас были одни небольшие проблемы. Дело в том, что из прачки у нас просто тоннами выносится оружие. Оружие здесь у нас является скрученное... Скрученное робо-заключённого или скрученное полотенце. Короче, в любом случае, это оружие, с помощью которого заключённые могут напасть на офицера. Чего нам, конечно же, ни в коем случае не надо. Давай посмотрим в информации, посмотрим опасности за 24 часа. И мы увидим, что за 24 часа здесь не было найдено ни одной контрабанды, а за 7 дней. А, ну да, скорее всего, здесь нет контрабанды, потому что доступ в это помещение у нас ограничен. И здесь просто-напросто обычные заключённые не гуляют. Но смотри, что тут у нас! В этом небольшом коридорчике, казалось бы, безобидным, у нас есть и вилка, и какие-то дрели непонятные. Откуда здесь они вообще взяли? Стоп! Дрель. Вы серьёзно? Вот дрель здесь откуда-то взялась? Ребята, я напоминаю, что я читаю все комментарии. И в комментариях вы мне иногда пишите, что на самом деле никто вещь через заворчик не перебрасывает. Тогда я как... Тогда как вы объясните мне это? Это офицер потерял? Мне кажется, нет. Это кто-то реально просто-напросто подбросил. Эх, ребят. Ну, с этим, в принципе, можно легко справиться. Мы просто-напросто здесь вообще заключённые не должны ходить. Давай переходим в, наверное, материалы. Переходим в заборчик и просто-напросто застраиваем здесь всё заборчиком, чтобы здесь точно никто у нас не ходил. Смотрится это, конечно, издалека не очень. Но, ребят, зато это очень безопасно. Заключённые просто-напросто не будут иметь сюда доступ. И сюда никто и не вздумает попасть. Так что, ребята, с контрабандой мы будем бороться реально радикальными способами. Просто-напросто запрещаем заключённым попадать в эти самые места, где они могут достать хоть что-то. То же самое делаем здесь. Просто-напросто огромный заборчик. Ну, а здесь? Что же у нас будет здесь? Пока что это всё огромное пространство я застраивать не буду, потому что мы с вами ещё в прошлой серии договорились, что мы с вами будем расширять комнату для посещений. И, в принципе, почему бы нам не сделать это прямо сейчас? Первым делом мы ломаем эту самую обычную дверь, которая здесь вообще не должна быть. Ставим укреплённую стенку. И можно даже эту самую укреплённую стенку и с левой стороны поставить, чтобы точно разграничить зону, куда могут заходить обычные посетители. И зоны, где у нас сидят заключённые. Так, ребята, а что здесь за проблемы? Нет столовую для этой камеры. А-а-а... Что? Вы это видели? По-моему, прямо сейчас была ошибка, что заключённым негде питаться. И тут же эта ошибка убралась. Подождите, по-моему, я только что у этого заключённого видел оружие. Подожди, неужели это серьёзно? Давай обыщем заключённого. И мне казалось, что я только что... Либо у него какой-то листочек в руке был, либо у него была заточка. Давай его обыщем. И неужели мы реально можем самостоятельно найти оружие у заключённых? Сразу его обыскивают. И мне кажется, что мне, скорее всего, показалось, потому что я ни разу не видел, чтобы у заключённого было как... Телефон у него был? Да ладно! Ничего себе, ребята! Оказывается, мы с вами можем просто-напросто так наблюдать за заключёнными. И если у кого-нибудь что-нибудь интересненькое увидим, можем сразу же их положить. Но обычно заключённые не палят предметы, которые у них в руках. Так что нам сейчас реально очень сильно повезло, что я заметил у него в руках телефона. Ладно. В любом случае, нам сейчас не до заключённых. Нам сейчас есть дело до их семей, так скажем. Просто-напросто переходим в здание и эту территорию до конца прям расширяем. Идеально! Что же мы делаем дальше? Я хочу создать не только больше комнат для посещений, но и, конечно же, обычных комнат УДО. Значит, мы давай комнату посередине, скорее всего, мы сломаем. Продублируем комнаты по бокам. Сделаем здесь такой небольшой коридорчик. И вот это всё опять большующее помещение мы отдадим под посещение. Как-то неудивительно. Хорошо, что у нас есть такая классная вещь, как клонирование. Так что мы быстренько, моментально ищем вещь, которая называется «Снести всё внутри». Вот такая вот вещь. Сносим коридорчик посередине. Так, подожди. Я... А, я не на то нажал. Вот. Сносим всё посередине. Мы в «Быстрострой» клонируем вот эти вот боковые помещения. Ага, оказывается, здесь я немножко косой. И эти самые помещения-то у нас не энергичные. Ну да ладно. Одно помещение и помещение два. Пускай они будут не синхронные, пускай они будут не прям зеркальное отражение иметь. Всё равно. Самое главное, что мы дальше выбираем комнаты. Выбираем комнату для посещений. И вот это у нас всё отныне будет тоже комнатой для посещений. По-моему, просто замечательно. Видите, сколько... Обалдеть! Вы только посмотрите, сколько людей посещают нашу тюрьму. Просто капец. Надеюсь, охрана там со всеми справляется. Всех обыскивает. Но мы пока что должны просто-напросто поставить очень много столов для... Нет, не столов, для посещений. Здесь есть что-то другое. А нет, как раз столы, столы, столы. Мы можем использовать, конечно, и кабинки, но кабинки занимают... Подожди, по-моему, кабинки даже меньше места занимают. Слушай, а почему тогда я использую столы? Я точно помню, что я когда-то использовал именно кабинки. Но после этого что-то произошло, я поменял всё на столы. В принципе, ребята, мне кажется, без разницы, что использовать. Давай, в общем, как-нибудь вот так вот сделаем. И здесь у нас будет намного... Реально, это же... Ребят, мы сейчас только мы с вами будем экономить. Это же реально дикая экономия места. Почему я об этом раньше не подумал? Я просто недолюбливал эти самые кабинки. Потому что столы мне нравятся намного больше. Потому что, видите, иногда к одному заключенному приходит не один человек, а сразу три. Вот поэтому я кабинки-то и недолюбливал. Но теперь, ребят, это колоссальная экономия места. Вы посмотрите. Я просто в шоке. И теперь, надеюсь, точно все, кто будет иметь желание увидеть семью, он своё желание, в принципе, утолит. И я хотел ещё одну комнату до добавить. Но здесь уже поставил кабинки. Ладно, в любом случае, уже моментальные эти помещения. Обалдеть, ребята. Вы просто посмотрите, какая у нас была нужда в новых кабинках для посещений. Здесь у нас темно почему-то. Сейчас мы это быстренько исправим. Где-то здесь у нас есть свет, который мы вручную должны установить. И всё равно здесь темно. Здесь темно, потому что здесь нет у нас... Нет у нас видеокамер. Которые можно у нас подключить. И управление видеокамерами у нас... Скорее всего, я его снёс. Я снёс управление видеокамерами. И даже совершенно об этом забыл. Угу. Значит, нам надо, ребят, с вами построить ещё один какой-то большущий пост. И капец, капец. Вы посмотрите, какая толкучка здесь образуется. Из-за того, что всего лишь один вход в камеры. Так, ребят, быстренько забываем про то, что у нас нет камеры видеонаблюдения. Берём решётчатую дверь маленькую и устанавливаем её здесь по бокам. Чтобы заключённым... У заключённых было несколько входов и выходов. Так вот, обязательно. Я не хочу, чтобы эта толкучка была. Мне эта толкучка совершенно не нравится. Устанавливаем дополнительные проходики. Надеюсь, ребят, это всю проблему решит. А то мне реально... Мы всё это перестраивали для того, чтобы у нас больше не было толкучки в коридорах. И вот я после перестройки вижу, что здесь опять какая-то каша происходит. Хорошо, установили дополнительные проходы. Надеюсь, теперь такого больше не повторится. Ну, а теперь мы как раз возвращаемся к нашей теме. Возвращаемся к теме того, что у нас просто-напросто нет помещения. Помещения охраны. Где будут отслеживаться камеры видеонаблюдения. И где самое главное будут открываться двери. Так что вот. У нас есть два свободных. Подожди, у нас даже есть свободный какой-то кабинет. Кинолога, зайди сюда, пожалуйста. А здесь что у нас вообще такое? Дверь от карцера здесь. Пам-пам-пам. Ребята, я не помню, для чего я строил такое достаточно большое помещение. Зачем я останавливал сюда дверь карцера? У меня такое чувство, что у нас здесь раньше был карцер. И, кстати, по поводу карцера. Пока что карцер у нас... Господи, какой же он огромный. Реально огромный карцер. И он пустой. Хмммм. А почему карцер пустой? Давай-ка проведем обыск. Проведем обыск. Я хочу заново провести обыск, чтобы мы сразу же с вами увидели, какие предметы найдут наши офицеры. Напильники, дубинки, алкоголь. Вот, про эту вещь я и говорил. Видите? Вот эту вещь все воруют. То есть, получается, все-таки ее крадут, но нашли пока что только всего лишь одну вещь. Кто-то ее все-таки стащил из прачки. Но, в любом случае, у нас очень много в тюрьме телефонов. Целых 11 штук есть. Это, по-моему, выпивка у нас. Насколько я знаю. В общем, по-моему, кое-кто уже давным-давно не проводил обыск. И вот сейчас наш карцер просто-напросто заполнится. Потому что, по-моему, в нашем тюрьме стоит правило. Если у тебя находят контрабанду, ты уже отправляешься в карцер. Не помню, так это или нет. Сейчас мы проверим. Ну, вот здесь вот какая-то толкучка образовалась. Подожди. Мне кажется, или у этих людей какой-то нездоровый вид. Посмотрите, ребята. Мне кажется или нет? Отпишите сейчас в комментариях. Вот, смотрите. Охранники у нас имеют совершенно нормальный, здоровый цвет кожи. Телесного цвета. А вот эти заключенные, у них какой-то зеленоватый оттенок. Давай посмотрим. Нужда, свобода, одежда, грамотность, состояние подавлен. Но пока что я здесь не вижу болезни. То есть, эти челочки явно не болеют. Но я не понимаю, в чем тогда проблема. Блин, чувак. Я очень сильно обеспокоен. Потому что вот опять совершенно здоровый цвет кожи. Заключенные, что с вами не так? Возможно, вы голодаете. Но хотя почему? Давай посмотрим в логистику. Переходим в распространение еды. И смотрим, кто где у нас питается. У нас получает сейчас всего лишь 2 столовые. Подожди. Дело в том, что раньше у нас, по-моему, было 4 столовые. И этого, мне кажется, не хватало. А сейчас у нас всего лишь 2 столовые. И, конечно же, у нас... Ну, блин. Ребят, мне кажется, этого мало. Мы должны с вами построить еще одну столовую. Спрос 88. Припасы 76. Плюс 18. Не знаю, что это значит. Но в любом случае, 2 столовые это мало. Потому что у нас еще и охранники питаются. А тем временем я уже приказал рабочим, чтобы они снесли здесь какие-то остатки какого-то непонятного помещения. То ли это была школа, то ли это был психолог. В общем-то, я предлагаю построить, наверное, еще одну столовую, скорее всего. Потому что, правда, мне кажется, что 2 столовые у нас просто-напросто не будут справляться с таким большущим количеством и заключенных, и офицеров. То есть у нас всего 2 заключенных. И вдобавок к этому мы кормим почти 400 офицеров. Так что, в любом случае, мы должны построить какое-нибудь помещение, где они будут питаться. Вот только я... Хмм... Не знаю, где бы это лучше построить. И самое классное, что сейчас идет ночь, а ночи почему-то в этой игре вообще ничего не видно. Стоит ли нам прямо сейчас строить новые места для наших заключенных? Не знаю, возможно, эта штука у нас забагала. Но, судя по этим данным, в нашей тюрьме прямо сейчас вместимость, вернее, нашей тюрьмы 400 заключенных. Что является достаточно большим количеством. И, по идее, у нас 200 заключенных из 400 возможных. Но, знаете, я так смотрю сверху на нашу тюрьму. И так-то вижу, что вообще-то у нас очень много... Вернее, не свободных мест. То есть, получается, по идее, половина тюрьмы должна быть свободной. Но нет, это далеко не так. Почти вся тюрьма заполненная. И опасность... Подожди, это чем обусловлено? У нас же все в тюрьме хорошо, и никто не паникует. Но это, скорее, все связано с обыском. Из-за того, что мы их обыскали. 63 заключенных имеют серьезные жалобы. На что жалобы? Жалобы на питание. 29 заключенных просто-напросто не могут удовлетворить эту потребность. Хорошо. Давай тогда первым делом. Мы видим, что здесь плиты есть свободные. Здесь у нас продукты. Ну, не знаю. Все холодильники заняты. Значит ли это, что их не хватает? Не знаю. Слева у нас тоже все холодильники заняты. И плиты здесь почему-то никто не готовит. Хм. Понятно. Может быть и не надо. Ладно. Тогда в любом случае, уже, наверное, в следующей серии, вот в этой области, мы, наверное, сделаем еще одну столовую. Я бы вообще хотел все это зеркально клонировать. Но если я зеркально буду клонировать нижнюю часть наверх, то получается у нас будет, ну, очень-очень много заборочков. Здесь бы я тогда хотел клонировать вот эту часть. Получается, здесь у нас будет какая-то тоже что-то типа часовни. Но нет. В смысле, такое же помещение, которое мы, конечно же, сделаем под другие нужды. Скорее всего, там у нас будет здесь охрана. И слева у нас будет такой же дворик. Но пока что, пока что, ребята, мы должны что-то быстрее сделать с нашей контрабандой. Потому что вот в этой области, куда мы прямо сейчас с вами смотрим, есть просто кладовая какая-то контрабанная. Хотя, давай это проверим. Возможно, я ошибаюсь. За... Да, тут была украдена дубинка. Тут за 7 дней... А, нет, смотри, как раз вот здесь, это почему-то за 7 дней у нас не было ничего найдено. Хотя вот здесь у нас, в офицерском помещении, в комнате персонала, кто-то умудрился стащить молоток и ножницы. Ножницы. Что? Ха! Как? Как, как, зачем? И вот здесь вот очень много всего. Я просто в шоке, ребята. Но это, скорее всего, тащит уже из леса. Потому что у нас здесь вот заборчик прерывался. Хорошо, эту проблему мы без проблем исправим. Ребята, из-за того, что мы начинаем понемножку черьму перестраивать, у нас опять возникает большущая проблема с контрабандой, которую мы будем решать уже в следующем ролике. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам огромнейшего удачи. Не забывайте писать свои комментарии. И до новых встреч в этой тюрьме. Всем пока.